девочки покажу в мастер-классе как набирать итальянским способом петли и как вязать резинку один на один потому что стала сейчас провожу неделю стартов и стала сейчас вязать манишку поняла что у меня нету на канале видео как вязать итальянским способом резинку один на один если это видео было для вас понятным и полезным поставьте пожалуйста пальчик вверх подпишитесь на мой канал это очень поможет продвижение каналу если же видео было непонятным ну либо вам что-то не понравилось обязательно пишите в комментариях мне очень интересно я нормально отношусь конструктивной критики всем пока смотрим мастер-класс когда я только училась вот тоже осваивал этот набор петель итальянский у меня возникли две проблемы во первых я не понимала как быстро набирать теперь мне казалось что-то ужасно долго потому что все мастер-классы которые смотрела ну для меня были не очень понятные потом я приноровилась поняла что то ну вообще допустим для меня самый оптимальный набор петель при вязании резинок а во-вторых тоже не понимала сколько оставлять вот этого свободного кончика потом я уже опытным путем для себя определила что мне спокойнее когда я оставляю вот этот свободный комик кончик раза в три в четыре длиннее чем длина вот этого вязаного полотна которое должно в итоге выйти тогда уже точно знаю что у меня ниточка с запасом и мне не случится такого что при наборе петель у меня не хватит этой нитки придется заново набирать и и так сейчас я покажу вот смотрите ниточку мы кладем делаем вот такую петельку вокруг указательного и большого пальца и тремя другими пальцами держим ниточку ну довольно так хорошо не очень туго но натягивая затем мы берем делаем такую петельку как бы полупетлю вот видите это у нас получается наша кромочная и потом нам надо набрать остальные то есть вот сейчас да у меня как бы узелочек идет от большого пальца поэтому я ввожу нашу спицу под ниточку на большом пальце и вытягиваю ниточку которая идет от указательного и вот у меня получилось пары петелек теперь я набираю петлю уже с другой стороны то есть от указательного я ввожу спицу под нитку на указательном его и вытаскиваю как бы ту ниточку которая на большом сейчас наоборот да я ввожу под большой вытаскиваю с указательного и у нас получаются петельки вот такие вот такими группами по две петли то есть если вы правильно набираете петлю вас всегда будут петли будут парами это очень удобно потому что особенно когда набираешь на большие плечевые изделия как бы до край получается считать удобнее намного чем по одной петли ты точно знаешь что если ошибся многократное количество сейчас я дальше наберу и покажу как же вязать первый ряд и вообще когда рука уже приноровиться вязать довольно пробно набираете вязать потом очень просто я специально не буду увеличивать скорость в воспроизведении видео чтобы вы увидели в реальном режиме в реальном времени как быстро набираются эти петли и обязательно петельки надо придерживать потому что они как бы не фиксит не зафиксирована у нас особо так вот набрала и петель сейчас я все подправлю так и будем весом при вывязывании первого ряда главное не перепутать и у нас короткий хвостик если у вас остается длинный да вот этот свободный край и где у вас ниточка идет откуда и так снимаем кромочную не провязывая и вот это вот петля которая как бы к нам лицом да вот она как бы открыто как будто бы к нам это у нас лицевая и и мы провязываем за дальнюю стенку вот так вот изнаночную мы просто переносим на спицу ниточку оставляем перед работой теперь опять вот лицевую мы провязываем вот видите изнаночную мы снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаю и таким образом мы вяжем до конца ряда вот провязала и первый ряд полы резинки теперь будем провязывать 2 2 ряд провязывается немножко по-другому потому что здесь у нас получается лицевая петля перекрученная нам надо ее перед провязывать не за дальнюю стенку а мы будем провязывать ее как бы выпрямляя за переднюю потому что мы же там снимали изнаночную то есть вот так вот мы провязываем снимаем провязываем снимаем изнаночной и вот если мы в прошлом ряду провязывали вот так лицевую то в этом ряду мы провязываем за переднюю стенку мы ее как бы разворачиваем делаем ровненькой а изнаночной снимаем точно так же таким образом надо нам провязать четыре ряда то есть получится два ряда полу резинки вот видите уже даже видно какой вот краешек красивый получается сейчас я провяжу все четыре все четыре этих ряда и вернусь к вам привязана 4 ряда вот этой как бы два ряда полу резинки или просто четыре обычных ряда ведь уже как красивый какой красивый краешек получается и дальше мы вяжем нашим обычным способом наши обычной резинкой один на один тоже вяжем петельки смотрим чтобы они у нас вязались ровненько чтобы они у нас не перекручивались то есть изнаночная лицевая изнаночная лицевая и все и вот таким вот образом дальше вяжем эту резинку краю нас получается как бы уплотненный за счет этой полы резинки и будет очень хорошо держать форму сейчас я вот провяжу ли дочка в 10 и вам покажу что же получается по итогу довязала я резиночку до более менее длины чтобы было наглядно видно и смотрите не ожидал от этой пряжи это вот акрил я когда его брала он назывался вязание модные просто ли что-то такое это такой дешевенький акрил он очень хорошо идет на носочки такие знаете рабочие и можно использовать его тоже для пледов вот для всего такого шапку я маме вязала с него потому что маме очень цвет понравился мы не могли такой цвет найти такой вот серый стальной как бы в шапке вообще он смотрелся потрясающе лицевой там не лицевая гладь там было как бы такими косами смотрелся очень хорошо и вот связала из него резинку и смотрите что резинка пляж то все стороны первый раз такой вообще вижу но тем не менее постоянно видно да как у нас вот этот наборный край получился что он реально такой вот он как будто бы вязаный на машинке вот видите как он насколько он упруги и как он хорошо возвращается назад а а а а